Льготные лекарства на третьем этаже. В поликлинике номер 6 Завожского района открылся пункт Ульяновской государственной аптеки. В нашей аптеке будет обслужено в месяц около 2500 рецептов в разрезе федеральной и региональной льготы. В аптеке оборудована комната хранения наркотики. Планируется отпуск наркотических средств после получения соответствующей лицензии. За шестой поликлиникой закреплено 42 тысячи пациентов. Почти 2000 получают лечение по федеральной льготе. Около 1000 – региональные льготники. Отдельный пункт по выдаче лекарств просили многие. Практически каждый, наверное, четвертый житель моего округа обращается в приемный, поэтому опустили в письменном виде или коллективное обращение. То, что было коллективное обращение, это первое у меня было в сентябре месяце. Мы прорабатывали этот вопрос и договорились с главврачом этой поликлиники, что на этой базе будет открываться государственная аптека. Утро Руфы Беловой начинается с приема горсти таблеток. Женщина-инвалид второй группы с 2002 года. Признается, что новой аптеке не нарадуется. Теперь не надо стоять в очереди вместе с другими пациентами. Очень удобно. Шаговые доступности. Выходя из врача и получать сразу льготные лекарства – это очень удобно. Так как раньше было у нас все на первом этаже, и там получали кому бахилы, кому лекарства надо было покупать. Мы стояли в очереди. Очень было неудобно. Перемену поликлинику ждут и по части ремонта. До конца года преобразится входная группа и первый этаж. Гардероб станет светлым, а в регистратуре оборудуют низкое окно для маломобильных пациентов. Удобнее станет работать и самим специалистом. Это и система 5С, это и Канбан. Это та система, которая позволяет работнику переместиться с одного рабочего места на другое, при этом не узнавая, где что лежит, как удобно или неудобно. То есть стандартизировать рабочее место для того, чтобы любой работник, приходя в этот кабинет, мог начать работать в тех условиях с тем врачом, который в настоящий момент в этом кабинете. Сейчас прием в поликлинике ведут 23 участковых врача. В дефиците остаются узкие специалисты. Субтитры создавал DimaTorzok